И потом мы сделаем отдельный обзорчик. Так, и Руслану нужно играть на победу 2-1. Ну да. Сделаем мы небольшой разбор третьей партии. Руслан, кстати, повторяет дебют примерно достаточно нежно. Он прошлой партии белыми проиграл достаточно уверенно. Ну, там просто мат пошли, мы поставили. Ну да. А, ну хотя позицию, что он хорошего получил. Держак, выключи. А, да, сори, сори, сори. А, кони там пришли на С4, на С4, на С5, но вот сейчас их тут уже нет. Ну да, тут как-то Руслан по другому немного играет, и по-моему, он получил все хуже редакции, чем в той партии. Ну да, сейчас С5. Опять же Никита мат идет ставить. На С4 сейчас темпом просто нет. Никита наконец-то понял, что нужно играть на мат. Наконец-то до него дошло. Немного удивлен, что он так за размин ферзей ратует, потому что он тактик достаточно неплохой по ощущениям. Соба, что мешает выбить? Это жертва пешки, но если кони в 5, просто и слона в 5, я тоже не совсем понимаю. Там, по-моему, пешка лишняя. И как минимум ничейку черными отыграть будет, мне кажется, не так уж сложно. Напоминаю вам, что счет 2-1 в пользу Никиты. Но Руслан удивил всех победой в первой партии черным цветом. И в третьей партии стоял очень достойно, но партия получилась какая-то невероятно непонятная никому. И, собственно, Никита одержал не победу. Ну да. Да, и задумались черные опять. Вот над чем здесь задуматься? И учесть какую-то ловушку, я не понимаю. Не, ну есть разные редакции. Может, был конь d5, слон f5 как-то. Можно было слоном на f5 начать. Искал, что удачнее? Ну, скорее всего, да. Ну, хотя в блице обычно не поменялся такие моменты. Вот сейчас ферзь b3 висит, но b7 пешка. И какой-то вскрытый шах. Ну, может быть, король h8. Ну, можно король h8, ладя f7, мне нравится ход. То есть защитились от скрытого шаха и на b7 защитили. Нет, не защитили. Конь на c6 зависал. Какой конь? Конь на c6, который сейчас пошел на пункт a5, он зависал. После взятия на b7. В каком смысле? Там ладя с f7 защищает по 1b7. Ну, наверное, конь отходил куда-то с d5, и слон вставал на d5. Там уже было бы совсем плохо. А, такая идея. Ну, там, после отхода коня у нас ход был еще, ну ладно. Ну, конь опять тоже ход. То есть отогнали ферзя, защитили на b7. То есть конь не по 2s, а это... Смотри, напали на d3 вообще. Кстати, вот был, знаешь, какой интересный ход. А, нет, был все-таки конь e7, да? Да. Да, кстати, можно было взять. Я думал, можно взять на d3 и там c4. Нет, там... Ну, и что мешает взять на d3? А, ну вот сейчас. Вот сейчас Никита сделал этот промежуток. Там конь в 4s какой-то, хотя... Да, там, хотя, наверное, просто слон c4 было. Да, может быть, и можно было на d3 взять, но Никита решил не рисковать на это. Да, и партия такая у нас... Стоп, а не ловится ли слон? Каким образом? На e4. Ну, сейчас конь уйдет и d5. Не, ну там как минимум сейчас связка на ферзя на a2. То есть конь в ближайшее время уходить вроде бы не собирается. Кстати, вот этим, мне кажется, можно воспользоваться, нет? Или там где-то в любой момент c4 будет? Ну, тогда уже там фигура плохая у белых. Я думаю, может, конь с a6, конь e7 куда-то пытаться перевести. А fg не рассматривают черные? fg, да, есть. Ход тоже, но... Может, пока это не обязательно. Коне надо куда-то вести своего. На 5 он ничего не делает. Ну, почему? Какие-то поля держит. Но бассейн защищает тоже бусы. Я говорю, конь c6, конь e7, мне кажется, где-то. А тут уже где-то на g4 была идея удара, но... Играет на связку. То есть, как я говорю, там, если c4 пойдет, то ферзь на a2 будет ужасный. Просто убег. И к тому, и словно e4 тоже будет просто ужасный. А сейчас конь идет на e7. Напоминаю вам, что это практически решающая партия. Счет 2-1. И руслану для продолжения борьбы в этом полуфинале необходимо только победа. Ну, вот руслан пытается как-то сказать позицию. То есть, идея короля на g2 и ладе по аж атаковать как-то. Ну вот, да, c5, c4 сыграно и... Тут, по-моему, можно даже просто съесть на d5. На b6 пошел. Хотя там может быть неплохая инициатива у черного будет. Ой, у белых полиняш. Все-таки. Конь c6, конь d4 есть какой-то перевод еще. Да, конь c6, конь d4, ну, прям очень заманчиво. Конь получает... Ну, вот решил разменять он все-таки. Ну, белых плохая пешная структура. Но сейчас, хотя паш может... Достаточно опасная инициатива, как мне кажется, получится. Там король e2 и слон e1 выбили на h4. Но сейчас Никита поэтому проводит какую-то свою игру на ферзе в фланге. Так, а что у нас по материалу? Я уже запутался. Где бью черных? Пешки черных лишние. Да, ну, тем не менее, фигуры не меняются. А, даже две пешки сейчас еще черных лишние. Ну, одну... Одна легко отыгрывается, как я понимаю. Не уверен. То есть там надо как-то ходить, короля убрать, как он слон e1. Какая-то уже конкретная здесь игра. Ну, возможно, просто побить на b4 и там разменяться. По лениться. Может быть, сейчас сначала сами разменяются белые. Потому что лео-ладью, Саш, никак не хочется убирать. Ну, слон e7. Я дал, может, ферзь e7, хотя там... Могут произвозить на проблема спешка d6 после хода ферза a3, например. Ну, ладец a2, ладец 8 просто. Сейчас может как-то ферзя, я думал, попытаться перевести на c7 куда-нибудь. Мне казалось неплохо. Я думал, у чёрных, то есть если ладья идёт в линии h, у чёрных сразу иди h3 и с ферзь h4. А, ну Никита сам меня же начал подрывать. Иди, наверное, на gh, ладец g8 пойти, и потом ферзь g5 как-то. И белому королю самому хотят март поставить. А, возможно, на gh еще и dh3 как раз с вторжением h4. Не решил не проверять, но это же жертва пешки, по-моему. Руслан пытается вскрыть. А что на dc? На dc? Это dc. dc? Да, dc. Да, ну досчитал здесь Никита. Слон e1, слон e1. И всё, на слон g6 просто ферзь. Не, ну, знаешь, блин, наверное, выиграл, и сейчас кроль на f6 просто идёт. Почему ферзята не поставить? Ну, потому что там просто съедят на b1 с лоном. А, вон оно в чём. Ну, сейчас кроль на f6, кроль на f7, да, и техническая позиция. Итак, Никита выигрывает партию, матч со счётом 3-1. Заканчивается. Да, ну, был интересный полуфинал, Вов. Ну, да, я согласен. Что ты ожидаешь от своего полуфинала с Евгением Новиком? Ну, я не знаю, что я от него ожидаю. Я могу пока вот показать тебе такую статистику, которую сделал Артём Капустин. Вот, собственно, сравнение. Ты в два раза младше Евгения. Имеешь на 200 пунктов больше рейтингов и да в Блиц. И, собственно, у тебя две победы и две ничьи с Евгением. Да ладно, я ему проигрывал, точно. Так, и вот ещё есть статистика вот такая вот. То есть, твой путь к полуфиналу примерно выглядит вот так вот. Ну, у тебя были не самые лёгкие соперники. Вовка Арест, Антон Майдель. С Дмитрием Слезунковым, конечно, повезло. Дмитрий Бодолбой. Да. Вот, а у Евгения, собственно, тоже был непростой путь. Где стоит отметить, что Евгений стабильно отдавал каждому своему сопернику в одной партии. Да, 3-1 во всех матчах счёт. Стабильность признак мунистерства, как говорится. Да, это весьма печально. Ну, что ждать от тебя в полуфинале? Я не знаю, что от меня ждать. Ну, я надеюсь на победу, конечно, но Евгений играет достаточно сильно. Посмотрим, что получится. Ну, что, ждём полуфинала. На этом всем спасибо за внимание. До новых встреч. Да, всем спасибо.